Неожиданные последствия разрыва отношений Mail.ru и Ashes of Creation для игроков спустя целых 5 лет. Удручающая статистика западной версии Lost Ark, а также неожиданное анонсирование Tower of Fantasy Classic. Об этом и многом другом мы поговорим буквально через минуту в нашем еженедельном выпуске, так что подпишитесь, чтобы не пропустить. Однако вначале мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает проект UVOV. UVOV это первый русскоязычный приватный сервер World of Warcraft в версии Legion, который за прошедшие годы смог выпустить целых два мира в версии X5 и X100. Каждый из них имел определенные отличительные черты, но главное здесь другое. Объединяет их то, что они оба завершили свою прогрессию и недавно выпустили в финальный контент. На фоне этого команда разработки решила запустить новый сервер с рейтингами на опыт X3. Релиз 5 января 2024 года. Впереди вас ожидает таймлайн, рассчитанный приблизительно на полтора года с поэтапным выходом контента, идеально работающие механики всех подземелий и рейдов. PvE-ориентированность мира с наличием монофракции, которая позволяет объединяться в группу игрокам Орды и Альянса, а также с течением времени появление функции кросс-сервера с более олдскульными игровыми серверами. Бонусом же идет отличный онлайн под 10 тысяч активных игроков, а также хардкорный режим, который позволит вам испытать на себе, что такое прокачка в дополнении Легион с одной жизнью. Заинтересовались? Тогда смело переходите по моей личной ссылке в описании и регистрируйтесь. Сервер УВОВ ждет вас. Удачи! Всем привет! Я Лиза Пейшенс, приветствую вас! Уже 4 года я стримлю на Твиче League of Legends и люблю эту игру всем своим сердцем. Сегодня я здесь для того, чтобы поделиться с вами новостями о том, что Riot Games закрывает свое подразделение Riot Forge, которое было запущено в 2019 году. Данная компания успела выпустить несколько одиночных игр от сторонних разработчиков, созданных во вселенной MOBA League of Legends. К ним относятся такие как Ruined King, Song of Nunu, The Mage Seeker. Предстоящая игра Bundle Tale, а League of Legends Story станет последней игрой от издательства. Как объяснили Riot Games, данный эксперимент был интересным, но в финансовом плане себя не оправдал. В будущем компания собирается сосредоточиться на внутренних играх, уделив внимание качеству, а не количеству. К примеру, в разработке находятся Fighting, Diabloid и MMORPG по League of Legends. Помимо этого, Riot Games сообщила, что сокращает 11% штата по всему миру, а это примерно 530 сотрудников. Все уволенные получат сумму, равную минимум 6-месячным зарплатам, а также им окажут поддержку в поиске новой работы. Кроме того, им разрешат оставить себе рабочие устройства, такие как ноутбуки и периферию. Команда League of Legends Runeterra также будет сокращена, поскольку согласно заявлению компании, данная игра никогда не приносила прибыли. В дальнейшем разработчики сосредоточатся на выпуске PvE контента. Без тамнений, Лига Легенд была и остается одним из успешных проектов Riot Games. Будем надеяться, что Riot не перестанут радовать нас интересным внутриигровым контентом в уже существующих проектах, ведь так мы не заскучаем в ожидании новых игр от этой компании. Если вы уже знакомы с увлекательнейшим миром Лиги Легенд, или еще совершенно ничего не знаете про эту игру, то я приглашаю вас на свои трансляции. Обязательно переходите по ссылке в описании, нажимайте сердечко под каналом, ведь я уже жду вас на своей следующей трансляции. Всем большое спасибо за внимание и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok В следующей же неделе разработчики из компании Tower Night Games сообщили, что они очень довольны запуском и тем, сколько пользователей им удалось привлечь. Суммарное количество игроков в два раза превысило ожидаемые ими показатели, и самое приятное для команды заключается в том, что новички продолжают пребывать. В связи с этим разработчики поспешили опубликовать дорожную карту. Она задержит новую локацию, которая появится уже совсем скоро, возможно в феврале. Введение широкого перечня способов кастомизации персонажа, добавление ряда новых способностей, поведение воин-гильдий, крепостей и фортов для них, а также появление новых профессий в лице травничества и алхимии. В самом же конце года нас ожидает выход рейтинговых таблиц сразу в нескольких форматах, а также появление полноценной арены. Пока компания не готова назвать хоть какие-то точные даты, но все это запланировано на текущий 2024 год. При этом в середине лета нас должно ожидать некое масштабное обновление, которое принесет с собой массу неанонсированного и не представленного в этой дорожной карте контента. Достаточно важное событие произошло на прошедшей неделе и для Таррисленд. В рамках восточной социальной сети Bilibili был опубликован новый трейлер игры, который сопровождался датой запуска открытого бета-тестирования исключительно в Китае. Так стало известно, что оно запланировано на 18 марта. На текущий момент представители компании никак не комментировали эту информацию для западных пользователей, а поэтому остается неизвестным, пройдет ли наше тестирование позже и состоится ли оно в нашем регионе вообще. Тем не менее, запуск по-прежнему запланирован на конец упомянутого месяца, а точная дата, похоже, появится уже совсем скоро. На уходящей неделе состоялось и еще одно важное событие. Компания Parallel Universe запустила публичное тестирование своего нового MMORPG StarStrike, параллельно публиковав на официальном канале запись с 25 минутами игрового процесса. Это тестирование проходит исключительно для мобильных устройств под управлением iOS и Android, но сам проект будет доступен и на персональных компьютерах, где тесты проходили несколькими неделями ранее. Если вдруг вы никогда не слышали про это ММО, не стоит переживать, ведь с ним попытались скомбинировать олдскульный визуальный элемент и современные боевые механики, позаимствованные у самого успешного представителя жанра – Tower of Fantasy. Игра обещает постепенный запуск во всем мире, начиная с Азии, но точных подробностей на сегодняшний день еще нет. Спустя 9 месяцев с момента релиза, изометрическая MMORPG Mad World Age of Darkness стала доступна в Steam. К этому событию был открыт новый сервер, а игра получила обновление с правками игрового баланса, улучшением пользовательского интерфейса и исправлением игровых ошибок. Mad World – это двухмерная изометрическая MMORPG, разработанная на HTML5 и способная работать на самых разнообразных платформах – мобильных устройствах под управлением iOS и Android, персональном компьютере под управлением Windows и macOS, а также через веб-браузеры. В игре нет привязки к классам, и все навыки зависят от выбранного оружия. У каждого NPC эмоциональная и душераздирающая история, в полной мере показывающая жестокий мир игры. Полноценный запуск в прошлом году, к сожалению, не принес существенных результатов и не продемонстрировал значительного онлайна. Но аудитории оказалось достаточно для продолжения разработки, а поэтому игра получила постоянную поддержку и все еще активно развивается, наполняясь новыми контентными активностями и приобретая новые игровые механики. Как сообщает портал The Verge, со ссылкой на информацию из внутреннего сообщения для сотрудников от президента по игровому контенту и студия Microsoft Gaming, Мэтта Бути, Activision Blizzard отменила свою необъявленную игру в жанре выживания. По его словам, это позволит компании перенаправить некоторых работающих над ней людей на один из нескольких многообещающих новых проектов, находящихся на ранних стадиях разработки. О том, что Activision занимается разработкой игры в жанре выживания для персональных компьютеров и консолей под кодовым названием Project Odyssey, было заявлено в конце января 2022 года. В последующие месяцы и годы в сети появлялись различные слухи и детали, компания открывала новые вакансии, а руководство периодически публиковало намеки и тизеры, однако полноценный анонс проекта так и не состоялся. Игра разрабатывалась более 6 лет и перед отменой находилась в близком к готовому состоянию, но никак не могла пройти этап финальной полировки. Пока одни компании отменяют свои игры, другие продолжают работу над ними. Летом прошлого года состоялся запуск раннего доступа самого миролюбивого MMORPG в истории жанра – Палии. Его разработчики в лице Singularity 6 сделали упор на социальную составляющую, развитие своего собственного жилища, строительство отношений с окружающими персонажами, сюжет и ремесла. Все это позволило им сконцентрироваться на небольшом количестве механик, что в итоге вылилось в буквально еженедельное обновление. Да, это не шутка. Данный проект каждую неделю вводил в игру какой-то контент. Огромные сюжетные ветки, новые локации, новые предметы, новых персонажей, новые праздники, новые механики и многое другое. В таком темпе Палии развивалась последние полгода, а уже в декабре состоялся ее официальный релиз и выход на платформе Nintendo Switch. На текущий момент у нас нет точной информации про количество активной аудитории в игре, но внутренние инсайдеры Singularity 6 указывают на то, что онлайн находится на отметке близкой к 40 тысячам активных пользователей и продолжает расти благодаря выходу на новой платформе. Предполагается, что с приходом игры в Steam в этом году рост еще больше ускорится. Тем не менее, разработчики поспешили опубликовать важное заявление, которое очень сильно обрадовало фанатов проекта. Дело в том, что выход сразу на нескольких площадках изменил подход к разработке игры, а поэтому теперь команде нужно больше времени и сил для создания, адаптации, а также полировки контента. В таких условиях они переходят с еженедельных обновлений на ежемесячные. Однако это не означает, что они станут меньше по объему. Ближайшие патчи, которые будут установлены до конца зимы и весны, должны стать значительно масштабнее, чем их предшественники за счет того, что команда компании начала активно расширяться. Подробнее об этом расскажут уже в самом ближайшем будущем. Настоящая паника разразилась в сообществе фанатов Tron & Liberty, которая на уходящей неделе обновила свою страничку в Steam. Дело в том, что в ней появился перечень стран, где будет издаваться этот проект под управлением Amazon Games, и неожиданно для наших пользователей в нем не оказалась Республика Беларусь, Российской Федерации, а также Казахстана. Как вы понимаете, подобные изменения были мгновенно растиражированы массовой прессой, которая уже подняла панику и волнение среди игроков громкими заголовками. Беда только в том, что Tron & Liberty и ранее отсутствовало в Steam этих стран, а поэтому глобально ничего не изменилось. Стоит отметить, что ждать каких-то ограничений, требующих VPN, не стоит, и скорее всего игра будет работать как и тот же New World, без каких-либо ограничений, за исключением тех регионов, которые являются непризнанными территориями, но за это отвечает уже немного другой закон. Так что если вы тоже поддались панике и очень переживали, как теперь поиграть в этот проект, можете поставить этому ролику лайк. И если он соберет пять сотен, то на этом канале уже на следующей неделе появится выпуск, в котором мы разберем, как за одну минуту обойти все региональные ограничения Amazon абсолютно бесплатно, без скачивания дополнительных программ, предоставления доступа к данным вашей учетной записи, посторонним и помощи от других пользователей. Вы знали, что Tron & Liberty это не единственная игра, которую на Западе планируют издавать Amazon Games. В их планах есть еще и Blue Protocol, который уже более года доступен на Востоке. Более того, от компании вообще не поступает никаких новостей по хваленному проекту Bandai Namco, и предполагается, что его тихонько списали в утиль, отказавшись выпускать столь сомнительную игру. Впрочем, эта новость немного не об этом. Официальные разработчики опубликовали новые косметические наборы для своих фанатов, среди которых можно найти комплекты школьников и школьниц для всех существующих классов, а также выпустили новый верховой транспорт, собак, которых можно получить за участие в гачи. Главная же часть новости заключается в официальном анонсировании нового класса, которого ждали уже несколько месяцев. Компания продемонстрировала баннер и сообщила, что герой займет роль поддержки, а судя по имеющейся у него в руках гитаре, название он получит созвучное со словом Барт. В прошлом году легендарная компания CCP Games порадовала фанатов EVE Online двумя крупными обновлениями, внушительным набором новых функций, а также кораблями и уникальной новой системой. По всей видимости, с отступлением 2024 года амбиции меньше не стали. Заметить это можно по опубликованной на официальном сайте дорожной карте. Благодаря ей мы узнали, что впереди нас ждет два новых масштабных обновления. Одно запланировано на середину лета, а второе на самый конец года. Кроме этого, в планах разработчиков ввести новые захватывающие технологии и ресурсы, которые дадут игрокам возможность строить и настраивать свое пространство в нуль секторе, отталкиваясь от новых целей для конфликтов. Смелые и прибыльные возможности появятся не только для устоявшихся корпораций и альянсов, но и для мелких оппортунистов, которые смогут атаковать уязвимые зоны, чтобы получить ресурсы. Одно можно сказать точно. Ценность владения космосом и его защиты будет расти. В новости также говорится о грядущем улучшении в системе Skinner EVE Online, которая была введена в Veridian, одном из двух расширений, вышедших в прошлом году. В летнем расширении планируется распространить систему Skinner на сами корабли, что позволит свободнее настраивать корпуса капсулеров, чтобы придать им индивидуальность или даже координировать цвета на поле боя с членами альянса. В письме также затрагивается тема проектов корпораций, в которых в 2024 году будет расширены виды наград. Презентация важного обновления состоялась и для MMORPG под названием Tower of Fantasy. Наверняка многие из вас про него слышали, но скорее всего лично не играли. Совсем скоро на глобальных серверах будет установлен патч 3.6, который принесет с собой коллаборацию с одним из самых легендарных аниме в истории жанра – Евангелионом. В часть него игроки получат бесплатное оружие высшего качества, а также обновление базовых костюмов для героев со значительно большей детализацией. Фишкой же события станет возможность получить себе играбельного симулякра в лице Аски. Также будет доступна и Рей. Игроки сполна смогут насладиться их возможностями, приняв участие во множестве специфических уникальных событий в тематике упомянутого аниме. Кстати, это далеко не вся новость, ведь параллельно команда разработки упомянула, что вскоре после завершения коллаборации нас ожидает запуск Tower of Fantasy Classic, с упором на кооперативный контент, более эффективный баланс, а также запуск проекта с полного нуля. На прошлой неделе в фокусе внимания была смерть Lost Ark в Японии, которая вызвала серьезное волнение в сообществе MMORPG-жанра. Похоже, мы немного поспешили с информацией по этой теме, ведь в уходящую пятницу стало известно, что Amazon Games справляется на Западе ничуть не лучше. С момента релиза проекта в Steam активность игроков в нем упала на 97%, по отношению к первичным показателям, и составляет на текущий момент всего 45 тысяч активного онлайна в пике, против почти полутора миллионов первые недели после старта. Оценки же пользователей опустились до уровня смешанных, и на сегодняшний день составляют всего 71%, что достаточно низко для игры, которая на запуске получила почти 92%. Пользователи активно жалуются на агрессивную систему заточки оружия, огромное количество ежедневных активностей, нашествия ботов, с которыми ведется довольно вялая борьба, а также слишком медленный выпуск контента по отношению к мирам Южной Кореи. Такое положение дел не дает нам говорить о том, что данная MMORPG окончательно умерла, да и место в мировом рейтинге оно продолжает занимать достаточно высокое. Однако общая тенденция, как вы понимаете, удручает. На прошлой неделе Intrepid Studios, разработчик Ashes of Creation, официально завершила продажу наборов раннего доступа. Больше они официально не будут реализовываться, а гарантированный доступ к предстоящим тестированиям получат только те пользователи, которые своевременно их приобрели. В таких условиях часть аудитории начала задваться вопросом, а что будет с наборами игроков, которые приобрели доступ через наборы в сервисах Mail.ru? Если вы не совсем понимаете, о чем речь, поясняем. В 2018 году к компании Стива Шарифа пришли послы доброй воли в лице нашего издателя, которые предложили вполне солидное финансовое вознаграждение за возможность издавать проект в русскоязычном сегменте. Кроме этого, они были согласны предоставить свою помощь в локализации и поддержке проекта. Через какое-то время было заключено соглашение, а игра появилась в лаунчере Mail.ru, начав продажу наборов раннего доступа. Тем не менее, пользователи, которые заметили происходящее, начали активно бомбардировать социальные сети проекта, призывая команду разработки обратить внимание на то, с кем они связались. В течение нескольких месяцев ответа не поступало, а затем Интерапид Стьюдиос официально разорвала все взаимоотношения с Mail.ru и извинилась перед пользователями за допущенную ошибку, сообщив, что они не знали всей подноготной. Как вы понимаете, за этот промежуток времени приобрести наборы успело довольно много пользователей, и сейчас возник вопрос, как поиграть, если версия куплена на другой платформе. Ответ вас не очень сильно порадует. Сделать это возможно, но для этого игрокам необходимо связаться с технической поддержкой Интерапид Стьюдиос до начала тестирования, параллельно создав учетную запись на их официальном сайте. Если пользователь предоставит всю необходимую информацию, ему будет абсолютно бесплатно выделен набор, который соответствует приобретенному у Mail.ru. Однако с этим необходимо поспешить, ведь возможности кампании ограничены, и они не могут гарантировать, что в будущем Mail.ru продолжат содействовать в этом вопросе. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещение о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность, и до очень скорой. До встречи!